Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Баланс растет. Воистину баланс. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Никто не мог подумать, но да, АТ-шка стала вдруг имба. Но не обычный агрегат, а кастом, та, что задана. И каждый батька, новичок, профессионал и рукожоп с ней нынче гнёт. Да, друзья, вели у нас новую АТ-308 кастом, точнее, пока не вели, а только предоставили на публичный тестовый сервер, он же ПТС. Уникальная новая болтовка, которая имеет прицел кратностью 1 и 2. Попросту говоря, это тот же самый ЭОТЭЧ. Огромное спасибо нашим разработчикам за такой фикс снайпера, который они нам обещали. Уж чего-чего, а этого мы точно не ожидали. Обладая хорошими ТТХ, винтовка, ко всему прочему, имеет в своём коллиматорном прицеле ещё и быстрый зум. И что в итоге получается, вы можете наблюдать на этом записанном мною геймплее. Сказать, что я в ахуе, не сказать ничего, господа. Это, по моему мнению, лютейшая имба. И нет, друзья, дело тут не в каких-то супермножителях, не самих ТТХ, а как раз в этом самом коллиматорном прицеле. И, дорогие разработчики, прежде чем что-то вводить вот такое, вот тут неплохо бы посоветоваться. А то вы любите советоваться с блогерами, с киберспортсменами, относительно каких-то вещей таких второстепенных, которые причём никогда не наступают, как тот же фикс снайпера. А вот ввести болтовку с коллиматором, да с такими-то ТТХ, да с таким-то зумом, это как-то вы считаете в порядке вещей. Ну а где здесь серьёзная проблема? Проблема как в том, что теперь каждый, кто захочет почувствовать себя снайпером, например, я, очень далёк от снайперов, но с этой болтовкой я гнул, поверь мне. Причём очень даже качественно. Да, дорогие мои, поверьте, теперь снайперов станет намного больше, нежели их было. Это и так имба-класс, из-за него играет, ну, наверное, каждый третий. Поверьте, теперь их станет ещё больше, потому что теперь любой медик, штурмовик или инженер будет чувствовать себя в своей тарелке, играя с коллиматором. И никаких проблем. Ебудешечка, а если память мне не изменяет, это ведь ты предлагал сделать. Нихрена себе у тебя память, я это предлагал. Капитан Очевидность, я это предлагал году в 15-м, наверное, то есть лет так 6 назад. Да, действительно, был такой у меня, скажем, замысел, было такое предложение в своё время, вести болтовку с коллиматором или с мушкой. Но, ребята, 14-15 год снайперы близко не был таким имбовым, как сейчас, хотя и был силён. И когда я это предлагал, я не предлагал водить с таким зумом, с такими ТТХ болтовку. Это никакие ворота. Погоди, Ебукинки, а у этой пушки что ещё? Родной глушитель есть уникальный? Ты знаешь, как ни странно, нет, друзья, нет интегрированного глушителя. Но, представьте себе, эта винтовку нисколько не портит, потому что вы устанавливаете на данную болтовочку родной снайперский из поставщиков улучшенный глушитель, и она всё ваншотит. Да-да-да, именно так, тот самый глушитель, который режет 10% урона, он всё ваншотит. Вообще всё. Костя Медиум со мной играл, у него был один не ваншот по штурмовику. Я играл, наиграл, наверное, не знаю, часа три, наверное, я с этой винтовкой провёл. И представьте себе, ни одного не ваншота по всем абсолютно классам у меня не было. Мда? Считаешь однозначно имба? Капитан, очевидность, понимаешь, вот имба не имба, лучше там, чем чей так жало, штайр скаут, там, чё-то типа такого. Дело не в том, что вот лучше они лучше, а то, что теперь снайперов, которые будут жопу поджигать, их будет намного больше, сука, с этой пушкой. Вообще, в принципе, снайперские навыки не нужны, друзья, да. Это настолько просто, это настолько легко. Вот любой медик, который играл с Марлином, плюс-минус нормально, я не говорю божественно, просто плюс-минус как-то нормально. Вы будете просто божить. Почему? Да потому что Марлин рандомил. Он реально рандомил. На стрельфе рандомит, даже в прицеле порой рандомит на какой-то там дистанции инженерной. А это винтовка нет, это же снайпер, у неё абсолютная точность. Просто нажал правую и тут же левую кнопку, всё, противник улетел. А как же дальние дистанции? Великолепный вопрос, мой друг. Что касается дальних дистанций, вы скажете, ну коллиматор на дальних, тыры-пыры. Во-первых, друзья, в Warface нет никаких дальних дистанций. Наша игра, особенно там, где большинство из вас играет, это мясорубки и РМ, никаких дальних дистанций нет. На большинстве карт можно тупо бегать с коллиматором и вообще, сука, ничего не поменяется. Ну а если вам уж прямо надо пострелять на дальнюю дистанцию, друзья, вы не поверите, у этой винтовки есть быстрый четырёхкратный прицел. Гениально, сука. Учитесь, Activision Blizzard, как баланс надо наводить. То есть, фактически, друзья, получается, у нас винтовка, у которой коллиматорный прицел с фаззумом. И плюс к этому, у нас есть ещё четырёхкратный прицел с фаззумом. Великолепно! Неужели лучше Маузера? Капитан, очевидность, Маузер сосать. Просто сосать теперь. Его там нирфанули ему тем, тудым-сюдым. Маузер, извини меня, Кэф, уже не авторитет. И да, по поводу Маузера, друзья. Я говорю, что Маузер будет пользоваться потрясающей популярностью. Это будет как бы метовая винтовка, потому что она, ну просто очень удобно сделана. Забудьте всё, это, каюсь, как бы всё, это уже не работает, потому что АТ-308 намного удобнее, чем Маузер. Потому что снайпер-болтовщик с быстрым зумом, у которого есть коллиматор. Да какой нафиг Маузер, вы что? Это намного удобнее. Я просто, знаете, как любой человек, который не играет снайпером, мне бывает сложно сделать какой-нибудь фаззум в упоре. Или по человеку, который подо мной прокатывается где-то и так далее и тому подобное. А здесь на ближних дистанциях получается геймплей Медика. Ну, примерно как с Марлином, только лучше. Потому что Марлин хуже на ближних дистанциях, чем эта винтовка. Без шута. Единственное, где он лучше, это в стрельбе от бедра. И, кстати, эта винтовка тоже от бедра отлично лупит. Но, в целом, эта винтовка лучше Марлина, серьёзно. Она лучше, чем Марлин. Она лучше, чем дробовики Медика. Она лучше, она лучше всего, наверное, практически. Я не знаю. Может быть, только если сойдутся два снайпера, у кого-то из них будет какая-то другая болтовка крутая. И он рукастый, и он где-то чуть-чуть может быть как-то выиграет по зуму, то тогда да. Но, в целом, я не вижу вообще более универсального оружия в этой игре, чем эта болтовка. Это самая лютая, самая имбовая, наверное, пушка, которую когда-либо вводили. Пожалуй, единственная пушка, которая сможет с ней посоперничать, дорогие друзья. Это улучшенный, в кавычках, коброй страйкер, про который тоже будет отдельный видос. В общем и целом, я оцениваю эту винтовку не просто как отдельную единицу оружия, а как популяризацию и ап в целом класса снайпер. Да, теперь каждый дурачок второй, который захочет играть за снайпера, вот сможет это делать вообще без проблем, не придётся переучиваться. Понимаете, вот сегодня будет пересесть с медика, инженера или штурмовика на снайпера, это всё равно, что пересесть с инженера на штурмовика. Да, то есть разница невелика, вообще невелика. Если вы медик, так вам вообще суперкомфортно будет. Вы теперь ребята снайперы, да, без шуток. Годная обнова, годная винтовочка. И вы знаете, друзья, если в таком виде она попадёт на основной сервер, то я думаю, люди на рейтинговых матчах однозначно это оценят. ВОЧКО! ВОЧКО! ВОЧКО!